Приветствую вас, церковь дорогая! Рады, что мы можем быть опять в Доме Господнем, слушать Слово Его, прославлять Его Святое Имя. И перед началом хотелось бы прочитать один стих. Помолимся. Господь наш и Бог, мы стоим пред Тобой в Доме Твоем. Мы благодарим Тебя, что Ты продлеваешь свою милость, даешь нам еще увидеть лица друг друга, увидеть новый день в жизни нашей. Мы просим, чтобы Ты настроил наши сердца, наш дух, для того, чтобы прославить Твое Святое Имя. Ибо Ты един достоин славы, хвалы, чести, поклонения. Все, что будет говориться на этом служении, Господи, да будет оно только Тебе во славу. Настрой наши голоса, участвующих в благословии, и особенно Слово Твое, которое будет проповедуемо. И да будет Тебе хвала, слава, наш Иисус. Аминь. Придите к младенцу, верные с весельем, Придите скорее к Нему, Вифлеем. Царь вам родился, царь всего творенья, Придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные коры, ой, где свекованье, Небесные силы, звучите хвалой. Слава вовеки, слава вовеки, слава вовеки Богу, Придите поклониться, придите поклониться Господу. Иисус наш, с молитвой мы к Тебе приходим, Тебе честь и славу от сердца поем. Вечное слово к нам пришло во плоти, Придите поклониться Господу. Взгляни сюда, здесь в яслях Божий Сын, О чудо, в мир пришел Творец вселенной, Из ничего Он мир создал один, А здесь дитя без крова и презрения. Он беден был, а нам богатство дал, Он грез скорбей, но с бедным утешенью. Всесильный Он был слав, великий Мал, Чтоб крепость, мир и славу дать Творенью. Всесильный Он был слав, великий Мал, Чтоб крепость, мир и славу дать Творенью. Приди к Нему, Он скорби даст покой, В Нем радости, богатства и спасенье. Ищи Его, лишь Он пусть будет Твой, Оставь душой мирские наслаждения. Ищи Его, лишь Он пусть будет Твой, Оставь душой мирские наслаждения. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, Которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Бог, который сверкает святостью на небесах, Господь Вседержитель, знающий конец от начала, сошел в ясли ради нас. Это и есть любовь. Не то, что мы любили Бога, а то, что Он возлюбил нас и послал своего Сына. Его чудо, Его любви в том, что Он принес спасение, величайший подарок и источник всей нашей радости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Заботливо согреть, Вряд ли в книгах старых Было сказано о ней. И кажется немыслимым И верится с трудом, Но где-то в сердце в глубине покой. Ведь это Сын Небес, Это Божий Син. Яслях непременных Славный кроткий Царь Земли. Счастлива Мария, Улыбка на устах. Дано ей знать, Это Сын Небес. И ангельское пенье, Колыбельная Ему, И дивилась все творенье С небес пришедшему, Что чувствовал Отец Его И радость, и печаль, Глядя на дитя, Что в мир послал. Ведь это Сын Небес, Это Божий Сын. Сын Небес. Сын Марии, Божий Сын, Иосиф знал о том, Сердце лишь одна мечта, Чтоб мир узнал о Нем. Ведь это Сын Небес, Это Божий Сын. Яслях неприметных, Славный кроткий Царь Земли. Слезы умиления, Улыбка на устах, Дано ей знать, Это Сын Небес. Дано ей знать, Это Сын Небес, Божий Сын. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя Посему и рождаемая Святой наречется Сыном Божьим Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною И она зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово Тогда Мария сказала Се раба Господне, да будет мне по слову Твоему И отошел от нее ангел Встав же Мария во Денисии С поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин И вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету Когда Елизавета услышала приветствие Марии Взыграл младенец в чреве ее И Елизавета исполнила Святого Духа И воскликнула громким голосом и сказала Благословена ты между женами И благословен плод чрева Твоего И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего Взыграл младенец радостного чреве моего И блажена уверовавшая потому, что совершится сказанное ей Господа И сказала Мария Величит душа моя Господа И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем Что презрел он и смирение рабы своей Ибо отныне будут ублажать меня все роды Что сотворил мне Господь величие Величие сильный и свято имя его И милость его в роды родов к боящимся его Явил силу мышцы своей Рассеял надменных помышлениями сердца их Низложил сильных и престолов и вознес смиренных Алчущих исполнил благ Ибо богатящихся отпустил ни с чем Воспринял Израиля отрика своего Воспомянув милости Как говорил отцам нашим К Аврааму и семени его До века Пребыла же Мария с нею около Трех месяцев И возвратилась в дом свой До сего места Аминь Встанем, помолимся Дорогой отец наш небесный Мы благодарны Тебе Господи за это утро За то что Ты обновляешь наши силы каждое утро За то что мы имеем эту возможность Собираться в доме Твоем Господь Мы благодарны за то что Ты Однажды пришел в этот мир Господи Родился младенцем Чтобы быть нашим спасителем Господь Благодарны за то что Ты возлюбил нас Господи И за то что Ты прощаешь нам наши грехи Господь Прошу Господь Помоги нам в эти рождественские времена Особенно понимать Господи Что Ты сделал для нас Помоги Господи нам ценить Твоим рождением Господь Помоги чтобы мы могли Господи Жить по Слову Твоему Господь Я прошу благослови пожалуйста Господь Сегодняшнее служение Слово проповедное Господь Благослови пожалуйста И воскресную школу Господь Учителей и детей Чтобы это было продуктивно И полезно для них Господь Прошу прибыть с нами Прошу все это во имя Существа Христа Аминь Сейчас я приглашаю детей В воскресную школу Вы можете отправиться В свои классы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому 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 Дубровскому Субтитры Алексею 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 Дубровскому Слава Богу, братья и сестры! Божья любовь. Благодаря Богу, Его приходу в этот мир, и мы имеем надежду, мы имеем будущность. Праздник Рождества, он, я не знаю, как для вас, но для меня он по-особенному как-то близок. Ты приближаешься к Господу, да? Начинаешь думать опять, что Он для тебя совершил. И понять не можешь. Понять не можешь. Но Божья любовь открывает нам некоторые моменты, некоторые аспекты того, насколько Господь любит нас. Перед нами молитвенное служение. Я приглашаю вас встать. Мы помолимся за тот список, который у нас есть. И к нам добавилось еще одно имя. Это Иван Ротару. Это наш дядя, который проходит долиной смертной тени сейчас. И как Господь совершит, так пусть будет ему угодно. ister�데, по-��고 имелись. Аминь. Господь наш, Творец неба и земли, мы приходим к Тебе, нашему врачу, целителю, утешителю и тот, на кого мы можем уповать постоянно в любое время. Господи, благодарим Тебя за приход в этот мир, за то, что Ты со своим приходом приближаешь нас к себе. Даруй каждому из нас размышлять о том, что Ты сотворил для нас, как Ты любишь нас. Любишь нас безусловно, без всяких условий. И нам только необходимо, чтобы прийти к Тебе, это поверить Тебя, услышав Твое Слово. Господи, перед нами этот молитвенный список, и Ты также в Своем Слове призываешь, что мы молились друг за друга, молились за нужды друг друга. Мы просим Тебя, чтобы Ты, если возможно, исцелил наших братьев и сестер, которые находятся в этом списке. Имена Тебе известны, многие, может, еще не сказали, не записались, но, Господи, Ты знаешь, прежде нашего прошения, если есть на то воля Твоя, пошли исцеление нашим братьям и сестрам, физическое. Кто стреляет духом, душой, мы просим, чтобы Ты также прикоснулся к ним, послал свое освобождение, послал свое утешение. И, Господи, только я знаю, что в Слове Твоем мы можем находиться, зная, что Ты оберегаешь нас, зная, что Ты охраняешь нас. Мы понимаем, что мы знаем, Господи, что многое нам непонятно в этой жизни, но мы знаем, что Ты допускаешь то или иное событие с определенной целью, чтобы мы еще ближе стали к Тебе. А кто еще не знает Тебя, чтобы он примирился с Тобою, услышав Слово Твое, поверив в Тебя. Господи, те семьи, которые нуждаются в спасении, мы просим, чтобы Ты также прикоснулся к ним, послал свою благодать, свою милость, свое благословение. А в тех местах, где происходят войны, мы просим, чтобы Ты, Господи, и там действовал могущественно, действовал обильно, спасая души, которые погибают. За гонимую церковь мы просим Тебя, чтобы Ты, Господи, и там укрепил наших братьев и сестер, послал им упование на Тебя постоянно, несмотря на те гонения, которые не проходят. Господи, нам помоги пребывать постоянно в вере, пребывать в Слове Твоем, и чтобы Ты также благословил наших братьев-тракистов на этих дорогах земных, чтобы, несмотря на непогоду, они также видели Твою руку помощи. Просим Тебя, народе Израиля, чтобы Ты, Господи, открылся им, и чтобы они приняли Тебя. Господь наш и Бог, этот список известен Тебе, эти имена известны Тебе. Да будет Иисус во всем Твоя воля, и за все да будет Тебе слава, хвала, честь и поклонение. Во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. И перед нами еще одно служение, это добровольно-материальное служение. Кто желает, кто чувствует, что он может поучаствовать, пожалуйста, есть несколько способов, они высвечены на экране. И в это время мы споем, прославим Господа. Иисус во всем, прославим Господа. Иисус во всем, прославим Господа. Слава, слава Вышне Богу! Слава, слава Вышне Богу! Поспешите в Ифлеем поклониться Богу сил О Спасителе Христе хор небесный возвестил Слава, слава Вышли Богу! Слава, слава Вышли Богу! Бедных я свякал лежал, хоть владыка всей земли К людям руки простирал, чтобы все к нему пришли Слава, слава Вышли Богу! 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 Слава, слава, слава Вышли Богу! Слава, слава Вышли Богу! и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Ифлием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая сердце своем. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь». Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, среди нас. Мы благодарим Господь за благословение сегодня, читать Твое Слово, рассуждать над Ним. И мы просим, благослови нас, применить его в жизнь. Поэтому просим во имя Иисуса Христа, посей Слово Твое глубоко в нашем сердце, чтоб оно принесло обильный плод для славы Твоей. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Рождество Иисуса Христа. Хотел бы сказать в самом начале несколько благословений, которые сопровождаются этим праздником. Наверное, одно из самых важных и значимых для нас сегодня, живущих в 21 веке, это благословение знать, что факт рождения Иисуса Христа, вопреки всему желанию безбожного, греховного мира, затмить этот праздник, он сегодня напоминает нам о рождении славного Мессии и Спасителя. Потому что, когда мы открываем Слово Божье, когда мы читаем все эти истории, мы должны понимать, что это не то, как я чувствую себя, что произошло в истории человечества. И на самом деле, если вы сегодня посмотрите, то сегодня, когда, например, репортеры, новостные каналы, которые освещают то или другое событие, они не просто рассказывают о фактах, они задают вопрос о том, как мы себя чувствуем по поводу произошедшего. Поэтому сегодня я не хочу расчувствовать ни себя, ни вас. Ведь по большому счету речь идет не о чувствах, речь идет о настоящем факте, который имел в истории человечества. Это же не то, например, когда рождаются у нас дети. Да, рождение ребенка сопровождает определенные чувства. Но есть факт, к которому мы должны отнестись ответственности. Бог не просто дарит нам детей в семью, чтобы мы расчувствовались, а для того, чтобы мы понимали, какая же наша сегодня ответственность перед теми, которые Бог подарил нам в семью. Знаете, сегодня мы читаем от Евангелиста Луки, мы коснемся нескольких очень важных истин. И казалось бы, что эти истины на самом деле очень простые. И что же об этом еще раз говорить? Сколько раз вы в жизни своей слышали историю о рожденном Христе? Может быть, для кого-то будет впервые, может, для кого-то будет в десятый, сотый или тысячный раз вы, перечитывая или переслушивая историю, но что это означает? Вот мы читали, для нас сегодня было предложено чтение из первой главы Евангелия от Луки, где Бог в своем провидении усмотрел девушку, которая определил и дал благословение быть матерью Божьего Сына или родить Божьего Сына в этот мир. И вот когда она пытается понять план Божий относительно ее жизни, ангел ей говорит, ты не беспокойся. Бог сделает все. Бог сделает все. Сегодня, когда мы рассматриваем эту историю с позиции 21 века, мы должны отчетливо понимать и даем себе отчет, что не все воспринимают рождение Иисуса Христа как Божьего Сына. И это не только происходит за дверями по местной церкви или церкви вообще. Мы можем и в самой церкви, или так называемой церкви, найти много скептиков, которые к рождению Иисуса Христа относятся очень скептически. Знаете, в 19-м столетии, два столетия назад отмотать появился квест, квест о историкал Джизис или фор историкал Джизис. Богословы 19-го столетия очень сильно хотели докопаться до истины. Так все-таки было ли рождение Иисуса Христа как факт, или это просто нам дана история, чтобы на основании некоторых историй мы сегодня могли уверовать в Иисуса Христа. Было потрачено много чернил, было потрачено много бумаги для того, чтобы вот это каким-то образом собрать и в конце концов это ничему хорошему не привело, как только к размытию оснований. Поэтому сегодня, когда мы уже в 21-м веке, а кстати говоря, в 20-м веке вот этот поиск исторического Иисуса, он достиг своего апогея, там прям все богословское сообщество говорило об этом. Мы даже когда изучали эти предметы в семинарии, нам эти книжонки подбрасывали читать. Но давайте мы будем обращаться к Священному Писанию. Давайте мы посмотрим сегодня с позиции того, что Бог желает донести. И, кстати говоря, Лука, который описывает рождение Иисуса Христа, он обращает внимание на очень такие, можно сказать, с одной стороны мелочи и упускает, как по нашему человеческому представлению мы можем сказать, большие детали. Ну, например, большинство из вас, присутствующих здесь, так как дети ушли на воскресную школу, вы имели благословение получить ребенка в семью, правда? Я хотел бы спросить особенно у матерей, вот ваш первенец, когда бы пришли к вам друзья, знакомые, и спросили, ну как, что бы вы рассказали о рождении своего первенца? Мне кажется, вот даже Бог говорит, что, ну я не забуду вас, мама может забыть, но детали, вот рождения, они на самом деле очень важны, правда? И вы, наверное, беседуя с подругами или со своими родственниками, говорили о своих чувствах, о самом процессе, но если вы посмотрите на Луку, там он всего лишь один текст посвящает этому событию, и он говорит так, и родила 7 стих 2 главы сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Следователи Священного Писания говорят, что Лукай имел благословение встретиться и с Матерью Иисуса Христа, поэтому, когда он начинает Евангелие, он просто со слов очевидцев, давайте мы обратим внимание на этот текст, он очень важный для нашего сегодняшнего рассуждения, и дальше мы увидим, почему. Смотрите, первая глава Евангелия от Луки, первый текст, мы этот текст уже изучали, но я хочу сегодня обратно напомнить нам этот текст. Лука говорит так, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных. Ой! То есть это не где-то в тени, это не где-то за вуалерированных, где-то это не за семью печатями, а Лука говорит своим современникам, и он говорит, мы все знаем, что произошло. Что произошло? И он говорит здесь, составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Второй текст, то рассудилось, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то есть он показывает на большую группу людей, которые владели этой информацией. Это то же самое, что сегодня вы, например, зашли бы где-то и начали снимать телефоном, что же происходило, и на все детали бы обратили внимание. То же самое делает Лука, когда Дух Святой вдохновляет этого Божьего человека донести истину Божьего Слова. И он говорит, рассудилось и мне по тщательному исследованию. Мне хотелось бы спросить у вас, братья и сестры, кто из вас в своей жизни занимался тщательной исследовательской работой? Вот, брат Саша, но я хотел бы сегодня предложить всем нам сегодня стать теми людьми, которые тщательно исследуют все, что написано в Священном Писании. Почему? Почему это важно? Смотрите, по порядку описать тебе достопочтенный Феофил и четвертый текст, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты наставлен. Здесь внимание ответ, почему нужно тщательно исследовать даже истину о рожденном Спасителю, которую вам рассказали в тысячный раз, может быть. Братья и сестры, Бог человека никогда не призывал к слепой вере. Никогда. У Бога с самого начала, как только человек стал врагом Богу, и до этого у Бога все было прозрачно, все было на основании фактов, его истина для жизни и для человеков. Она была одна и несмотря на то, как чувствовал себя человек, Бог очень четко проводит свою линию о благословении жизни человека, который должен узнать о том, что для него есть надежда, что для него есть спасение, что для него есть спаситель. Когда мы читаем историю о пастухах, может быть, я сегодня не буду говорить о провозглашении ангелов, что они провозгласили в человеках благоволение, мир на земле, и отчасти мы коснемся этого. Но я хотел бы посмотреть вместе с вами, что в это темное время, темное время для Израиля, темное время для всей земли, потому что, когда пророки говорят о приходе Мессии, там говорится так, народ, сидящий во тьме и в тени смертной. Но там Бог не просто ставит точку через пророка, он говорит, увидит, увидит великий свет. Вопрос первый. Этот свет просвещает сегодня меня. Или я сегодня еще сижу в тени, в великой тьме, сегодня еще в этой смертной тени, когда мрак сгущается, когда обстоятельства начинают давить, и человек в своем борении с этой жизнью пытается каким-то образом поставить все по своим местам, он ищет выхода, он хочет увидеть свет в конце тоннеля. как многие люди и ветхого завета, и нового завета, они просто вот чаяли найти тот настоящий выход, когда бы они сказали, теперь я могу быть спокоен, теперь я могу быть в безопасности, теперь у меня есть надежда, и вот именно это делает Господь Бог в жизни Марии, в жизни Иосифа, которому тоже говорит, не бойся, тех же самых пастухов, которые вдруг оказываются частью величайшего опыта, я бы сказал, не знаю, как вы, ну, я так не видел ангелов, как видели пастухи, и думаю, что и вы этого не видели, хотя хотелось бы, почему бы и нет, а вообще бы против ничего не имел. Но, говоря об историческом факте рождения Иисуса Христа, я хотел бы обратить внимание, что это событие произошло, и произошло это по определенной причине, и вот я хотел бы наше внимание обратить на 15 стих, там, Лука говорит так, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, и теперь внимание, наш текст, пойдем в Ифлием и посмотрим, что случилось, пойдем в Ифлием и посмотрим, что случилось, а что же случилось с точки зрения вечности, с точки зрения Божьего плана, мы видим, что то, что Бог обещал, Он начинает исполнять в то время, в ту минуту, когда пастухи, увидевши это, они бы могли сказать, ну ладно, ребята, спасибо, классно, здорово, замечательно, но видим, что послание ангелов дало мотив пастухам пойти и посмотреть, можно много говорить о профессии пастухов, можно много говорить о том, что они были бедными людьми, кто бы им поверил, можно было бы говорить о том, почему они оставили свои стада, почему они больше не заботились, и мы знаем, что Вифлеем, где они там пастли, это историческое место, существует до сегодняшнего дня, то есть это еще один факт географический в копилку того, о чем мы читаем, и смотрите, когда мы имеем дело с фактами, мы должны все проанализировать, и оказывается, что когда-то на этих вифлеемских полях был помазан Давид на свое царство, туда приходил Елисей, то есть Самуил, который совершил это, и мы понимаем, что вот оно рядом, даже до сегодняшнего дня, вы думаете, почему Бог держит Израиль как страну, и никто туда и пикнуть не может, потому что Бог в своем привидении, Он хочет, чтобы люди могли видеть эти видимые знаки, которые не канули в историю, как многие другие лидеры, которые завоевали этот мир, я думаю, что сегодня даже никого не беспокоит, где Александр Македонский похоронен, правда, никто сегодня не переживает, там он или нет, все знают, что он там, где-то похоронен, поэтому, когда мы имеем дело с фактами, мы имеем дело с историей, когда мы имеем дело с историей, мы знаем, что есть автор истории, поэтому сегодня Бог напоминает нам эту историю, несмотря на то, что, например, есть многие или некоторые вещи, которые сказываются все-таки, это культура, это социальная среда, и даже та же самая наука, потому что сегодня, например, многие люди верят в науку, а наука имеет дело с фактами, но не все так просто, когда доходит до веры, потому что наука бессильна, во-первых, наука бессильна объяснить рождение Иисуса Христа, и можно было бы сказать, можно было бы вычеркнуть этот фрагмент из истории человека, но тогда что сделать с пустым гробом, ведь это тоже нужно объяснить, вот сегодня дома, когда даже вы сегодня будете общаться по семьям, по домам, я надеюсь, что вы все-таки станете частью этого благословения и будете сегодня идти, ну, поддержите этот церковный ивент, даже если вы сегодня в гостях, мы еще об этом скажем чуть позже, прочитайте вот послание апостола Павла 1 Коринфянам 15 глава, где он объясняет истину о воскресении из мертвых, когда сегодня безбожники этого мира игнорируют Бога и говорят, ну, так как объяснить создание мира, ну, есть Бог, а как кто создал Бога, и вот здесь они заходят в тупик, потому что Бога никто никогда не создавал, Он есть, также самая истина о воскресении Иисуса Христа, гроб пустой, его нет, для того, чтобы каким-то образом люди поняли, что Бог все вот совершает как ему угодно, и Он может из несуществующего сделать существующего, чтобы люди могли понять воскресение Иисуса Христа и понять, что гроб пустой, Бог оказывается, вот, например, с Моисеем, помните, как произошло, мы чуть-чуть историю затронем, когда Бог говорит Моисею, иди на одну из гор и умри, написано, что не могли найти тело. Помните, потом Иуда чуть-чуть будет проосвещать и говорить, что вот спорили Михаил Архангел с лукавым о Моисеевом теле, о Моисеевом теле, говорит, да запретит тебе Господь, ты не можешь в это вступать. То есть есть вещи, которые наука не может объяснить, потому что она имеет дело с фактами, она не может объяснить того, что за гранью осязаемого. Так вот, Лука, который описывает эти события, он говорит о том, что Христос родился, это исторический факт, это праздник для нас, почему? Потому что Бог решил самую главную проблему человека, а именно в Иисусе Христе человек получил возможность избежать на себе проявления Божьего гнева. Почему? Потому что Иисус Христос умер за грехи наши, и Он покрыл наш грех своей кровью, таким образом отвратил гнев Отца справедливый от человека, сам понесший наказание за наши грехи. Но возникает следующий вопрос. Окей, пастухи были на поле, они увидели ангелов. Как вы думаете, а почему же они все-таки пошли? В этом тексте, в 17-м стихе, для нас кроется также или скрывается ответ. Смотрите, 17-й стих, я извиняюсь, 14-й, так, 15-й стих, 2-й главы Евангелия от Луки. Мы читаем так. Пойдем в Ифлием и посмотрим, что там случилось. А теперь внимание. О чем возвестил нам Господь? Самая большая проблема у человека, существующая на сегодняшний день, что когда человек соприкасается с Словом Божьим, он не воспринимает Слово, как Слово Божье. Он может воспринимать его, как откровение человека, как хорошую историю, но смотрите, мотивацией именно пойти пастухам в Ифлием было то, что открыл им Господь. послание к римлянам, 10 глава, с 13 стиха мы читаем так, когда Павел поясняет принцип, каким образом факты приводят человека к живой вере. Каким образом Бог, который посылает Слово, оно падает в сердце человека и приносит желаемые результаты. Написано так, ибо всякий, кто призовет имя Господне, что сделает, спасется. Павел здесь как будто бы идет с конца, потому что он говорит уже о конечном результате, что человек призвал имя Господне. Но Павел также поясняет принцип, как это происходит в жизни человека и что человек должен делать. Поэтому если прочитать 13, 14, 15, 16 и 17 стих, мы вдруг обнаружим, что Бог избрал метод коммуникации Его Слово для того, чтобы человек исследуя факты мог прийти осознанию того, что Он на самом деле греховен, что Он нуждается в Спасителе и что кроме Бога Ему никто не может помочь. Так вот, Павел поясняет, но как призывать того, в кого не уверовали? Ага, то есть человек что-то не может сделать, если не будет веровать. Дальше Он говорит, но как веровать в того, о ком не слышали? Вот если бы пастухи глухие были тогда на Мифлеемском Пьеме, ну просто предположим, ну вот глухой человек не слышит. Могло такое произойти? Они могли сказать, какой спаситель? Вот овцы и все они для кого? Для храма, для жертвоприношения. Вифлеем же был рядом с Иерусалимом, в Иерусалиме приносились жертвы, жертвы за грех, там кровь лилась потоком, это все были отборные овцы, которые предоставляли в храм для жертвоприношения. Могли пастухи сказать, классно, все здорово, замечательно, но вот, мы это делаем столетиями. Но ангел говорит, вам родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Продолжаем читать этот текст. Как слышать без проповедующего? Знаете, что вот цель нашего собрания здесь, это не просто увидеть лица друг друга, не просто услышать красивое пение. Это все здорово, замечательно, но к чему Бог хочет нас подвести, это к тому, чтобы мы услышали о Его откровении, откровении Его Слова. Как слышать без проповедующего? А как проповедовать, если не будут посланы? Мы как-то на одном из библейских часов говорили об этом, как прекрасно написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Когда Павел цитирует пророка Исаия, он не говорит здесь о гламурных проповедниках, он не говорит о селебритис, он не говорит о каких-то знатных, он просто показывает на избитых ногах проповедника, который идет и благовествует. Пыльные, грязные, соприкасающиеся с жизнью людей, которые так нуждаются в том, чтобы для них воссиял свет великий. Поэтому, когда Исаия говорит о том, что как прекрасны ноги, которые благовествуют благое, он показывает на примере людей, которые понимают нашу зависимость от Бога. Даже проследите того же самого пророка Исаия. Вот это то, что мы цитируем чуть позже того, как Исаия откликнулся на голос Божий, потому что помните 6 глава книги пророка Исаии, для знающих Писания, вы знаете, что там Исаия видит Господа Бога, Святого Превознесенного, Там Он видит Себя в свете Божьего Слова и понимает, что Он человек с нечистыми устами. Там Бог посылает Серафима и от жертвенника берет уголь и прикасается к устам Исаии и говорит, ты очищен. И затем Бог говорит, а кто же пойдет за нас? И Исаия говорит, вот я, пошли меня. Каждый пророк Ветхого и Нового Завет, они тщательно доносили весь о спасении и спасителе для народа. Почему? Потому что Бог не желает смерти грешника. Бог желает, чтобы человек пришел к покаянию. Дальше апостол Павел заключает, и так вера от слышания. А слышание от чего? от Слова Божия. Вот и весь принцип. Мы здесь, мы слышим, Бог говорит нам Слово и говорит Писание, что когда ты услышал Слово, семя упало в твое сердце. Если ты призовешь имя Господне, то ты что сделаешь? То ты спасешься. Хочу вам предложить посмотреть на один текст из Ветхого Завета. Книга Экклезиаста, четвертая глава. Чтоб мы понимали, что у человека на самом деле отягощенного грехом и греховным есть проблема со слухом. Смотрите книга Экклезиаста, четвертая глава, семнадцатый стих. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь куда? В Дом Божий. Мы сегодня где, братья мои, сестры? В Доме Божьем. Теперь совет Экклезиаста. И будь готов к чему? К слышанию, нежели жертва приношения. Господи, оказывается, что единственная цель, почему ты меня влечешь, ты на самом деле искренне желаешь, подобно тем пастухам, которые услышали весь рожденном спасителе, я сегодня в двадцать первом веке сделал то же самое. Услышал и пошел и сделал. Я был бы внимательный к твоим словам. Почему? Потому что через слово его открывается для нас величайшая благодать, которая спасает, которая ведет по жизни и потом та же самая благодать, как в свое время Спержин говорит, даже когда вы будете переходить через Иордан, то есть когда вы соприкоснетесь с смертью. Это благодать, вам нужна благодать, чтобы Господь перевел вас из временного дома в вечные обители. Вот чем заключается драгоценность слова, когда мы его ссадим в сердце, когда Бог сильной своей рукой мышцы он хочет посадить, чтобы произошло и там появилась живая вера, настоящая вера, которая ведет к подлинному доверию Бога. В этом открывается для нас, конечно же, спасительная благодать. В свое время апостол Павел посланник Ефесянам, он будет учить церковь и будет говорить им о том, что они приняли. Но перед тем, как мы перейдем к посланию к Ефесянам, я хочу вам напомнить один текст из пророка Исаии, потому что пророк Исаия, который будет благовествовать о Мессии, который придет, и мы сегодня слышали тексты из пророка Исаии, где Исаия говорит о рождении Иисуса Христа. В 53 главе первый же стих он будет задавать вопрос своему современнику и сегодня нам вместе с вами. Так кто же поверит слышанному от нас? И второй очень важный вопрос. Кому же откроется мышца Господня, то есть сила Господня? Другими словами, кто поверит, что вы сегодня здесь слышали? И второе, кто даст возможность Божьей силе проявиться в вашей жизни? Вопрос на самом деле очень простой. Хотите ли вы видеть в своей жизни больше силы Господней? И на самом деле риторический вопрос хочется. Ну а что для этого нужно сделать? Мы к этому придем. Послание Ефесянам 1 глава 3-4 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе прежде создания мира. Мы думаем, что только Бог, наверное, предназначил план и приход Христа прежде создания мира, а оказывается, что в Иисусе Христе Бог уже видел и нас с вами. Видел тебя сегодня подростка и пожилого, борющимся со слабостями и просящими силы у Бога оставить им. Сегодня у нас только две возможности или уйти простыми слушателями, или уйти людьми, которые услышали и в которых начнется проявляться сила Господня. Пастухи о том, что говорили с Марией, с Иосифом, и Мария слагала все слова, и вы помните, что все, что происходило, оно вело к тому, что они прославляли Бога за Его дела, которые Он совершает не где-то там, а именно в них. Для какой цели Бог избрал нас? Апостол Павел говорит, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, потому что Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, которую Он то есть Бог нас возлюбленным, в Котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Пастухам можно было и не возвращаться к стадам. Можно было просто остаться там и наблюдать как Мессия возрастает и дойти до Голгофского креста и затем до могилы и затем стать свидетелями Его славного воскресения Иисуса Христа. Братья мои и сестры хотел бы подвести нас еще к одному очень важному слову в этой истории. Я думал с него начать, но думаю, что будет полезно им окончить наши рассуждения. Когда Лука начинает рассказ о главном происшествии, которое произошло в жизни из пастухов, он начинает с очень многозначительного слова «вдруг». Давайте посмотрим на это. В той стране 8 стих 2 глава Евангелия от Луки были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И дальше идет слово «вдруг». Вот просто проанализируйте свою жизнь, когда яркая внезапность в корне изменила ход вашей жизни. А такие события с нами происходят. И они будут происходить. Есть три важных этапа, которые мы должны пройти в нашей жизни, которые откликнутся в нашей жизни большим благословением. И я на них хочу обратить вместе с вами внимание, потому что не только пастухи вдруг стали частью неожиданного, явившегося для них в жизни потрясающим благословением. Давайте мы посмотрим еще на одно свидетельство, которое описано в книге «Деяния апостол апостол 22 глава 6 стих». Интересно, что здесь апостол Павел говорит о опыте или о происшествии его жизни, когда он повстречался с Иисусом Христом. Давайте посмотрим, как это произошло. «Когда же я был на пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осеял меня великий свет с неба». Вы представляете себе, вот только вдумайтесь, пророчество 2, «Народ сидящий во тьме увидел свет великий». Павел, говоря о своем опыте обращения, потрясающе повторяет ту же самую истину, что вдруг оказывается в его жизни Христос делает большую остановку, остановку, которая переворачивает его жизнь к лучшему, переворачивает его к жизни, к полной вере и убежденности в том, что Христос Спаситель, что Он Мессия, что Он прощает грехи и Павлу нужно следовать за Ним вдруг. Хотел бы обратиться к вам, друзья мои. Может быть, у вас еще этой благословенной реальности не происходило в жизни, и вы, может быть, не понимаете, о чем идет речь. Услышавши Слово, вам нужно поверить, и как Павел говорит, призови имя Господне и спасешься. Всякий, призывающий имя Бога или имя Иисуса Христа, Он спасается. Поэтому сегодня для тебя может быть тот день, когда для тебя воссияет тот свет, который воссиял когда-то для пастухов и для Павла. Второе. Слово «вдруг» оно также касается нашего хождения и следования за Богом. Потому что Бог не призывает нас к пассивному образу жизни в Его Церкви. Он призывает нам к активным действиям, потому что слово, которое Павел говорит в отношении, цитируя пророка Исаии, что как вот прекрасны многие благовестника, благовествующих благое, это не только тогда, это сегодня, здесь и сейчас, вам и мне. Так я хотел бы спросить, как часто вы эти туфли одеваете? Как часто вы обуваетесь и становитесь людьми, которые идут и благовествуют благой? Или вы время от времени просто чистите туфельки, чтобы они красиво сияли? О, у меня оказывается еще потрясающая есть обувь благовестника. Хм, интересно, не правда ли? Но вот здесь сопряжено весь, весь, все, что вы только можете включить, это можно включить. Но что я хотел бы обратить внимание, как Павел на это отреагировал? Давайте посмотрим на текст посланий Галатам. Первая глава, 15-16 стих написано так. Когда же Бог, избравший кого? Меня, от утробы матери и призвавший благодатью своей благоволил открыть в ком во мне сына своего, чтобы я что делал? Благовествовал. Оказывается, вся предыстория Божьего плана спасения осуществилась в Павле для одной единственной цели. Чтобы благовествовать, что делает Павел? Собирает команду, собирает родных, собирает близких. Он говорит, тот же самый час. Я не стал советоваться ни с плотью, то есть выгодно ли мне это делать сейчас. Может быть подождать, когда я уже стану на ноги, когда начну зарабатывать, когда у меня появятся ресурсы, когда меня узнают люди, когда я заведу знакомство и много-много когда. Он говорит, я не стал советоваться ни с плотью, ни с кровью, то есть что из-за этого или чего мне этого будет стоить. А когда мы читаем повесть об апостоле Павла, что это ему стоило, во втором послании Коринфянам он говорит, я более всех был в опасностях. Там очень такой интересный длинный стих домашнее задание и найдите его, там 14 опасностей, которые апостол Павел пережил, не посоветовался ни с плотью, ни с кровью. Вдруг мышца Господня открылась и Павел понял, единственное, что я могу сделать для Христа, это быть готовым идти и благовествовать. Мы с вами, братья и сестры, вошли в чай-то труд. За наше спасение с вами кто-то перед нами отсидел в тюрьме, кто-то лишился работы, кто-то, может быть, лишился семейных благ. Но Бог как апостол Павел говорит, который избрал не только Павла от утробы матери, но избрал и нас с вами, братья и сестры. Та истина она сегодня, она созвучна нашему положению в Иисусе Христе. Он же нас призвал Своей благодатью, мы к Нему пришли не какими-то другими окольными путями, мы не могли к Нему прийти, только в Иисусе Христе путь истина и жизнь. И вы знаете, что самое потрясающее, вот с этим я вот просто читая, умиляюсь, открыть во мне Сына Своего. Братья и сестры, я вот сегодня стою перед вами и думаю, Господи, я заслужил гнев, я по природе дитя гнева, а ты в Иисусе Христе благоволил мне открыть. Мне кажется, если вас не топит эта истина, тогда я не знаю, что вас может растопить. Но сегодня Бог обращается к вам и хочет явить величие и силу Сына Своего Иисуса Христа. Вы знаете еще одно событие, которое собрежено с неожиданностью? Об этом апостол Павел скажет в первом послании Коринфянам. 15 глава 52 стих. Вы знаете, что это событие на самом деле застанет расплох. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Вот мы живем день за днем, мы планируем, мы что-то мечтаем, мы рисуем себе картины нашей земной жизни, и я как-то беседовал с одним человеком, когда по приезду в Америку, он мне говорил, так, Веня, я захотел Мерседес, я купил, я захотел лодку, я купил, я захотел дом, я купил, я захотел бизнес, я все это сделал, а Бог его положил, его посещал в больнице, не буду называть его имя, но, о чем я хочу сказать, неожиданность это потрясающее благословение, и если это Бог использует в плане нашего спасения, то поблагодарите Бога, потому что Он хочет вашего спасения. Братья мои, сестры, в этот потрясающий праздник Рождества Иисуса Христа, когда мы говорим о интереснейшей истории, не просто о рождении какого-то человека, а Бог вочеловечился для того, чтобы достигнуть меня и вас, чтобы, как Писание говорит, привести нас обратно к Богу, к Отцу Небесному. Если вы никогда не обращались к Богу с этой истиной, то вы сегодня призовите Его имя. Обратитесь к Нему и скажите «Господи, хочу, обрати внимание, яви мне свой свет, яви мне свою силу, чтобы я стал Твоим». Если вы идете за Христом, ободритесь надеждой, потому что реальность, которая нас ожидает намного лучше того, что мы с вами имеем здесь и сейчас. И на самом деле, когда Павел говорит об этой реальности, он говорит, «Ребята, я хочу быть с вами, но хочу и разрешиться, потому что быть с Господом несравненно лучше». И вот это лучшее ожидает каждого человека, который призван от утроба Матери Иисусом Христом, которого Бог избрал и явил Своего Сына в нашей жизни. Поэтому слушаем сегодня и должны делать практические шаги. Мы должны призвать ими, мы должны быть благовестниками, мы должны обуться в ноги, благовествовать вовремя и не вовремя. Не ждите, когда Бог поставит такие обстоятельства, когда другого выбора не будет, как только воззвать. это еще благословение, если Господь даст шанс. Призовем имя Господне, помолимся. Отец Милосердный, Тебе благодарность за сегодняшнее утро. Тебе благодарность за то, что в это утро Ты напомнил нам о Твоем приходе в этот мир. Мы благодарим Господь за то, что откровение Сына Твоего сегодня в наших руках, и мы читаем Священное Слово Твое, веруя в Тебя, единого, премудрого Бога и Тобою посланного Иисуса Христа. Помоги, Господь, уже людям, которые знают Тебя, быть благовестниками, которые всегда готовы обуться и идти благовествовать мир. А тем, которые не знают Тебя, которые скептически относятся, которые сегодня может быть мило улыбаются, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты работал в их сердце, потому что над ними висит гнев Отца. Господи, спаси, помилуй, призови, дай благодать им узнать Тебя, как своего личного спасителя. Даруй, Господи, им пережить этот неожиданный момент, когда в своем сердце они ощутят настолько много Твоей благодати, что призовут имя Твое Святое. А Тебе единому, Тебе премудрому хвала, честь и поклонение Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому. Аминь. Слава Богу за слово, которое является живым и действенным. У нас есть несколько объявлений, приглашаю группу для заключительного пения. Хочу напомнить, что есть у нас некоторые мероприятия, которые проходят, на неделе. Это оркестр в 7 вечера по понедельникам, в среду библейский час, в это же время четверг спевка хора, общение подростков, также в 7 часов вечера, в пятницу молодежное общение, да, в это не будет, когда будет объявить дополнительно. И в воскресенье будет в 6 вечера и в 10 утра собрания. 22 декабря у нас будет рождественский концерт здесь, музыкальный, во славу Господа, называется My Jesus, My Savior. Время в 7 часов. Я знаю, раньше говорили в 6, вроде, сегодня сказали, что будет в 7 вечера. 22 декабря, это следующая пятница. с 14 по 17 марта у нас будет общий церковный кемп, если Господь позволит, в Zephyr Point, Lake Tahoe. У нас также сейчас есть несколько объявлений от пастора. Я хотел бы еще раз напомнить за 22 декабря, потому что многие из вас уже переслали плаеры, что у нас будет рождественский концерт вечером и время 7 часов, поэтому, если вы переслали, опубликовали на своей страничке, пожалуйста, поставьте новое время, объявите своим друзьям, знакомых, которых вы пригласили. Братья и сестры, также хочу напомнить нам за сегодняшний день. Christmas gatherings, время пришло. Мы об этом много говорили, молились об этом, потому что искреннее желание, чтобы в этом событии, во-первых, прославился Господь, мы поблагодарили Бога за Его рождение, но также, чтобы Господь благословил нас с общением. И так как мы живем в разных районах, мы занятые люди, работа одно, второе, идея была такова, чтобы мы познакомились лучше с друг с другом, поэтому есть братья и сестры, которые открыли свой дом, и есть те, которые записались спать в гости. Сегодня, после служения, если вы записались, или если вы даже не записались, но хотите быть частью этого события, вон там есть коробочка красненькая, вон там в углу стоит, там разложены адреса, просто возьмите себе адресок, и по адресу с четырех часов вы можете направиться, там вас уже будут ожидать, мы отправили сегодня поздравления, тексты, которые вы можете прочитать и порассуждать над ними, отправили вам пару фонограмм, что если вы не играете, не поете, чувствуйте себя свободно, не ограничивайтесь двумя пениями, если у вас есть желание петь и прославлять Бога, вперед, то есть, но для тех, которые лимитированы в музыкальном аспекте, фонограмма, плюс, минус, все для вас, братья и сестры, только сделайте этого, слава Господа, для общего назидания, чтобы в этом событии прославился Христос. Я еще раз хочу обратиться к гостям нашим, может быть, вы думаете, мы, я гость, как я пойду к вашим членам церкви? Ну, вы идете к детям Божьим в первую очередь, поэтому соберитесь с духом, оденьтесь, обуйтесь и в гости. Вас никто, знаете, вот никто, вот американцы, вы, может, сказали, что-то пришел, никто не осудит, вас прадо примут, обогреют, накормят, попоем, помолимся, порассуждаем, братья и сестры, я вас ободряю, потому что верю, что и это послужит для создания нашего тела церковного, и думаю, что в этом прославиться и верю, и молюсь, чтобы в этом прославился Господь. Это все объявления, приглашаю нас встать для общего пения, но еще мы еще одно пение споем и из общения помолимся. О, малый город Грифлием, Ты спал спокойным сном, когда рождался новый день, безмолвие начнем, внезапно тьму рассеял небесный дивный свет. Родился тот, кого народ ждал много, много лет. Сошел Христос долину слез, чтоб небо нас привезть, и в царство зла с небес пришла евангельская весть. О, звезды весь о чудном несите вдали ширь, и пойте пей с тому, кто есть, кто всем дарует мир. В тиши ночной дар неземной спустился к нам с высот, людским сердцам Господь всегда дары в тиши дает. Неслышно и невзрыво средь шума бур и гроз. Готовым ждать его принять являет Сокристос. Сокристос. нас Иисус Эмману Иисус Эмману примером для тех, кто нас окружает, особенно для наших родных, близких, соседей и наших друзей. Господи, распусти нас с миром Твоим с этого места, и да будет благодать Твоя и мир над нами до конца этого дня. Во имя Иисуса. Аминь. С миром и приветствуйте друг друга.